Да, приветствую вас сердечно, Людмила. Здравствуйте. Доброго здравия, Хасай Магомедович. Доброго здравия. Где вы находитесь географически? Географически я нахожусь в городе Нижневартовске. Понятно. Как ваша погода там в Нижневартовске? Погода у нас сегодня минус 34 градуса. Я вас поздравляю. Наверное, холодно – это хорошо, нет? Вы знаете, по-всякому бывает. Бывает хорошо, бывает плохо. Понятно. Ну, вообще-то неплохо. Вот морозы, да. А когда вот теперь чуть-чуть хуже. Понятно, понятно, понятно. Мы хотели с вами поговорить. Вы там мне написали записочку, что вы умеете работать со страхом. Я научилась с ним, в конце концов, работать. И это благодаря вашей методике. А как вы это делаете? А я вам сейчас расскажу, как я это делаю. Дело в том, что у меня это произошло из-за того, что я была в болезни. Так. У меня произошла экстравазальная компрессия обеих позвонковых артерий в шее. У меня проблема с шеей. Так. Представляете, я работала. В одну минуту я работала, а тут я поняла, что я с постели не могу встать. Давно это было? Это уже прошло года два. Да, два года. И вы как-то лечились, да? Лечились как-то или что? Да. Как я лечилась? Меня, конечно, в больницу не взяли. Не взяли в больницу. Сказали, что ковид сейчас. Вы можете там еще ковид поймать. И туда-сюда мне, короче, врачи. Вызывайте терапевта. Ну, я сама по себе. Я вызвала терапевта. А терапевт пришел ко мне, ну, и выписал кучу сосудистых таблеток. Там миксидол, ковинтон, бессорет. Потому что я встать-то ведь не могу. У меня муж на работе, и у меня был последний сын. Со мной еще жив здесь. Последний сын. У нас с мужем на двоих пять детей. Первого мужа... Да, пятеро детей у нас. Поэтому у меня оставался сынок, которому сейчас 24 года. Но он сейчас не живет со мной. Он ехал в Санкт-Петербург. Понятно. Там живет. Вот. И я сама мастер спорта по легкой атлетике. О, поздравляю. Да, занималась, когда-то получила. И людям помогала постоянно. Репетологом работала с детками. ЛФК проводила. Вот такое вот. Ну, я поняла, что мне стало страшно от того, что я не могу встать. Это мне было очень просто страшно. Ну, конечно, у меня это слезы выходили постоянно. Слезьми. Потом я сына попросила, чтобы он меня помог подняться, чтобы я хоть как-то, хоть ползла, хоть шла, хоть как-то. Но я должна делать что-то сама. Потому что я вспоминала слова бабушки своей. Когда-то бабушка мне говорила, я была подросток, она мне говорила такие вещи. Я говорю, бабушка, ну сядь ты, отдохни. Ну, ты же устала. Она говорит, надо, говорит, болезнь. Внучка говорит, загонять в угол. Я тогда этого не понимала. Ну, как это в угол? Загнать болезнь. Она говорит, понимаешь, я вот когда сяду, я могу потом не встать. И я это в голове у себя прокрутила. Я стала вспоминать свое детство, бабушкины слова. И пришла к выводу, что вот если человека, здорового человека, просто положить в постель, ну на 10 дней, и давать ему пить, кушать, и приносить утку к нему, человек ослабевает. Потом его надо заново учить ходить. Я эти слова поняла так, бабушкины, тогда те слова. И что я делала? Я думала, если я сижу, лежу, значит я ослаблю. Я это поняла, что мышцы же это все. И вот я ходила, а тут все, я не смогу. Я начала делать что? Я начала делать, копаться в этом, в Ютубе. Хотя у Ютуба я была вообще ноль незнакома с Ютубом. Никогда незнакома была. И я нашла ваши ролики, вы представляете, я просто запрос давала во сне, чтобы мне что-то Господь привел к чему-то. Господи, говорю, ну помоги мне. Ну я была такая здоровая женщина, возраста плюс. У меня много детей, у меня много внуков, мне надо помогать как-то. Я была вот такая вся, спортивная, интересная. И в одну минуту я стала, ну я себе всегда говорила, овощ, понимаете? Если это никто не поймет, не переживет, он не поймет тебя никогда. Да, понятно, понятно. Я мужу стала говорить то, что мне страшно. Мне страшно идти к врачу, потому что у меня шатает, болтает со стороны в сторону. Но мне надо это идти, мне надо проверить. Ладно, но мне надо это все сделать. Раз так случилось, что мне надо самой себя с этой хури как бы вытаскивать, понимаете? У вас боли были, да? У меня боли не было. Вы понимаете, у меня как? Я пришла с работы и легла, и повернулась, и у меня шея что-то зажало резко. Понятно, понятно. Сосуды пережало и отпустило. И все, у меня, видимо, резко давление скакануло высокое. У меня начало крести. Я начала с сыном, и сын у меня после работы был. Я начала, сынок, сынок, он что не слышал, я мужу, короче, на телефон позвонила, говорю, я не могу встать. Вадиму говорю, разбудите, я говорю, не могу. Вадим пришел, говорит, мам, что случилось? Я говорю, сынок, я не могу встать, вызывай скорую. Когда скорую пока вызывал, я почему-то стала вот так тереть руки, вот вся себя, вот это, вот плечи. Я не знаю, как это у меня получилось, интуитивно что ли это происходило, не знаю. Я стала таскать себя за волосы, понимаете? Я стала успокаиваться. Я лежала, но дрожь у меня по телу была. Ну и ладно, это мы все проехали. Это мы все проехали, я пришла к вашему ролику на ютубе. Я стала смотреть «Помоги себе сам», там есть еще, понимаете? Но есть... «Помоги себе», да, 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 там много. Там много чего есть интересного. Я просматривала, у меня как-то хаотично шло, я пришла к этому, вот где вы показываете вот эти пять упражнений. Хлест, лыжник, шалтая-болтая, вис назад-вперед и легкий танец. Да, и идеомоторный вы делали, да, идеомоторный? Да. Вот винеомоторный интересно. Я сначала, знаете, ну, когда человек находится в стрессе, а этот стресс у меня по шкале, по этой, зашкаливал. Движение 10, да? Это вообще там, оно не то, что 10 было, мне кажется, там тысячу было. Понятно. В моей голове прокручивалось невозможное просто. Понятно, если вы мастер спорта по легкой атлетике, и вдруг вы в таком положении. Да. Вы представляете, тут была помощь. Я любила людей, я помогала людям одну минуту. Я не могу ничего сделать. Это страшно было. Это просто был страх. Я начал делать, я оставала колостенки сначала. вы просто не поверите. Я не могла так стоять. Я прислоняла стенки и делала по стенке вот так. Понимаете? Раскрытие. Да. Это было усиленно, это было для меня вообще, это так было тяжело. Но я стала делать. И мне стало с каждым днем все лучше. И я стала себе задавать вопросы. Стресс, стресс, страх, страх. Ну, выход на улицу. Я боялась крыть на улицу из-за того, что я могла упасть. Вот что я себе накрутила в башке своей. Понимаю. А сколько минут вы делали? Это каждый день делали? Я делала вот каждый день и в день по три, по четыре раза. Потому что я так хотела, я так хотела просто встать, двигаться и делать. А по сколько минут вы это делали? Или секунд? Как вы это делали? Я сначала делала секундные, потому что стоять было тяжело, потому что мотает. Да. Посекундно. Потом лягу, полежу. Потом опять. Потом опять. Я делала все эти упражнения. Плюс добавляла свои. Халахубы. Мяч я любила. Мяч любила. Правильно, правильно, правильно. Потом мне стало чуть полегче. Полегче становится, полегче становится. Так, так, так. Я себе задаю вопрос. Страх. Ну, страх. Ну, страх. Ну, страх, страх, страх. Подруга моя приходит ко мне и говорит. Я ей объясняю. Одна единственная подруга. Я говорю, представляешь, я не могу так жить. Понимаешь? Меня шатает же ведь. А я хочу быть полноценной. Она, говорит, руками разводит и говорит мне о том, что ну, прими уже такое, как есть. Я ей говорю, я не могу этого принять. Ну, как ты себе это можешь понять? Как я могу это принять, если у меня столько детей, столько внуков? Все просят о помощи. Мама, мама, помоги там. Внукочку оставить. Внучку оставить. Посмотреть. Мне уже надо какая-то помощь. И я, вы знаете, я пришла к мысли какой. Страх, страх, страх. Дружба, дружба, дружба. Она про себя начала песенку петь. Страх, страх, страх. Дружба, дружба. Любовь, 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 любовь. И я себе задала вопрос. А почему я не могу подружиться со страхом и полюбить его? Как саму себя любимую. Я его полюбила. Хасай Магомедович с вашими упражнениями. Вы не поверите. Это счастье. И вы представляете? Один прекрасный день. Я сидела. И по телевизору показывали. Я как-то вам писала. Актрису Ладынину. Я вообще всегда любила старые фильмы. Я их вообще обожаю. И 37-х годов, и всех годов. Я люблю их. Вы знаете, я застыла на ней. Я ушла. Вот то нулевое состояние. Я сидела. Меня муж звал. Говорит. Что-то он мне там говорил. Я не слышала. Я знаю, что он меня зовет. А я не слышу. Вообще не слышу его. Он подходит мне вот так за плечо. А я, знаете, в этот момент что подумала? Мне так хорошо. Я говорю, на 20 лет моложе, наверное, становлюсь. Как тогда было? Юная, красивая девочка. На себя. И он меня так тряхнул. Он говорит, ну понимаешь, надо же там дела делать. А я как говорила? Что? Я на весну говорю. Ты меня увози. Говорю. На дачу. У нас дом есть. Я там буду себя восстанавливать. Да. Я же знаю, как себя восстановить. И плюс вот это. И вы знаете, я так в ваш ключ прониклась. Я завела тетрадь. Огромную. Потому что информации было куча. Куча. Просто. В голове поплыли мысли вот такие, знаете. Про этот ключ. И я нахожусь в ключе. Я говорю, ну ты же должна. Ты же должна. Ты должна найти. Найти этот ключ. Ведь человек работал. Он должен к тебе прийти. Ты должна. И вы знаете, он ко мне пришел. Он пришел. Он любимый. Золотой. Ключик. Я его даже золотым не назвала. Я ему сказала. Ты мой обыкновенный. И положила его в ладошку. Вот так его покачала. Я говорю. Я тебя люблю. Ты мое. Ты самое золотое. Красивое. Простое. Оно вот оно. Я ребенок. Да. Я ребенок. Я тебя люблю. Вот так к нему. И вы знаете, я когда выхожу из дома. Я говорю. Ключик. Страх мой любимый. Мы же с тобой друзья. Мы самые близкие. Я говорю, друзья. Мы друг друга любим. И я тебе помогаю. И ты мне помогаешь. И вы знаете, я выхожу без трясучки в сердце. У меня, когда я выходила, у меня сердце, знаете, заколыхивалось. Мне казалось, что у меня чуть-чуть поднималось давление. В этот момент. И вот так я с ним подружилась. И вот у меня всегда, когда что-то случается, я всегда смотрю на ладошку в магазин. Вот мы с мужем приехали одежду купить. Мы так закодировали. Заякорили. 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 Да. Заякорили, да. Я вижу, как будто у меня... Нужно вы его вынимаете. Да? Понятно. Вот он, ключ у меня лежит. Вот здесь в ладошке. Вы представляете? Да. И вот муж говорит, мне нужно одежду купить. Я раньше очень любила. А когда вот это получился, у меня такой инцидент. Я, вы знаете, мне было страшно. Правда. Потому что мне шатало. Мне было так страшно. Но я говорила себе. Ну, я открываю вот так. Я как будто представляю, вот здесь ключик лежит. Маленький такой. И он мне помогает. И я говорю, конечно, мы пойдем тебе купим одежду. И мы поехали. Вы знаете, я ходила спокойно. А потом, мне кажется, внутренняя какая-то тревожность пошла. Тревожное расстройство вот это вот, которое после этого присутствует. Тревожное. Вы знаете, я говорю, ты стой, говорю, в раздевалке мужа, чтобы он сам не ходил. А я говорю, пойду. Вы знаете, я подошла к тем размерам по мужу. Вот так открыла. И как будто я увидела этот ключ. Я говорю, мы же друзья. И мысленно сказала. Я тебя люблю. Докрыла его вот так вот. И положила в карман. Понятно. И говорю, иди меня, мой любимый. И я начала ходить. И так купила. И вы знаете, я такая счастливая была. Когда я вышла с магазина. И этого машины вот встала. И говорю, господи. Да ведь есть такие люди. И есть я любимая, которая так нашла для себя вот этот вот ключик, который лежит здесь. Ну, душки у меня. А скажите, пожалуйста, сколько прошло времени с этого момента, как вы нашли этот ключик, и теперь вот вы живете. Как у вас все это происходит? Я вам сейчас скажу. Я вам, Хасай Магомедович, скажу такую вот. У меня, знаете, когда это все произошло, я... У меня дочка замуж выходила. Но мне было так плохо, вы не представляете. Мне было плохо. Я просто отказывалась идти на свадьбу. А я должна была это сделать. Я дочь должна, достойно была. Но меня шатало, мотало туда-сюда, пятое-десятое. Да, таблетки я эти принимала, сосудистые, которые доктор прописал. Но мне надо быть. Я ей сказала, да, я буду на свадьбе. Это еще ролики. Ролик в тот момент, ролик я вас только увидела. Но я была в таком стрессе, что я его не могла понять, принять. И он у меня потерялся, понимаете? Но, но я дома делала разгрузку вашу. Я сначала вот так выходила. Потом соединялись у меня руки. И я в этот момент думала, что у меня свадьба пройдет хорошо, офигенно, и все у меня будет замечательно. Мы поняли, это зона удовлетворения, идея рефлекторного. Да, рефлекторная. Вы представляли, что свадьба пройдет хорошо. Да. Правильный образ будущего создавали на фоне... Я создала образ, то, что я буду веселая, то, что мне надо на путь себе дочке давать. Я в этот момент написала, такую папку оформила ей, поздравления детям. И вы знаете, вы не поверите. Мне было сложно, но я отрешилась от этого вопроса. Я себе дала вопрос другой, переключила доминанту по ходу, что мне надо спаду... Не надо спаду по дочери провести. И чтобы я была веселая. Я улыбалась, даже танцевала, вы не поверите. Я участвовала во всех играх. Мне дочка говорит, мама, ты молодец, ты молодец. И я, знаете, поддержку... Слышала сильную поддержку. Конечно, конечно, конечно. И поддержка, видимо, и у вас ключ вот этот. Но под конец свадьбы я, конечно, дочери подошла, сказала, я уже все, подарки все раздарили. Я сказала дочери, что Доня, я уже говорю, поеду. На такси вызвала, поеду. Мне уже, знаете, в тот момент хотелось лечь. Ну, понятно, конечно, столько сил возрастов. Вы представляете, я пришла вот так, и легла с звездой. Просто вот в форме звезды смотрела на потолок. И вы знаете, что мне в голову в тот момент пришло? Я стала глазами своими водить вот туда-сюда. Правильно, все по науке делаете. Вам из них подсказывало, как жить вообще-то в этот момент. Да, молодец такая. Очень талантливый человек. Вы природу свою чувствуете. Я чувствую природу. Вы знаете, и после этого вот вашего ключа, что я заметила, я чувствую людей. И я, когда с человеком общаюсь по телефону, да, у меня есть много друзей из Казахстана. Я помогаю людям вот словом, делом, показываю, что нужно делать для этого. Я как психолог, понимаете? У меня какие-то чувства. Когда бабушка сказала, бабушка была травница, она мне сказала такие вещи интересные. Знаешь, что говорит, у тебя есть талант, ты его, говорит, развивай. Ты можешь, говорит, людей, говорит, слышать. Вот она нам такие вещи сказала. Ну, я же тогда была подросток. Ну, что я там? Скакала, танцевала. Но я знаю, что я была творческий человек изначально. Ну, это вы. Творческий, как творец была. Но мама мне говорит. Мама мне говорила. Доня, ну, зачем ты поедешь в эту Москву то время же, с СССР это было. Я хотела, я пела хорошо, танцевала, я участвовала везде. Иди учись на бухгалтера. Мама мне не пустила учиться. И вы знаете, я всю жизнь ходила не в своей обуви. Она жала мне, всю жизнь жала, 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 жала. И, видимо, она мне до такой степени зажала, что вот так произошло. Что я жила не всегда. Бабушка мне сказала. Вот я вам хотела еще вещи какие сказать. Я с человеком разговариваю по телефону. Я могу описать, что он за человек, что у него за характер. И могу с ним и об этом поговорить. Я не знаю, что это такое. Но это пришло откуда-то. Я не могу понять, откуда. Я не могу этого объяснить вам. Может, вы мне подскажете, откуда это, что это. Когда человек раскрепощается, снимает зажимы, начинает чувствовать себя, подсказки тела, организма, начинает чувствовать вообще, как говорится, внутреннюю правду. И начинает чувствовать природу. И ему все помогает, конечно. Вот так и было. И вот вы представляете, я стала ребенком. Мой муж меня не узнает сейчас. Мы когда куда-то идем, я веселюсь, как ребенок, одеюсь, как ребенок. Мне весело, мне хорошо. Я беру его за руку, говорю, мы идем, мы идем, мы идем. Стали зажимы, конечно, правильно. Там эндорфины включаются, гормоны начинают, молодильные включаются, молодильные гормоны и настроения соответствующие. Конечно, конечно. И у меня сейчас творческий потенциал такой. Вот пошел просто. Меня сейчас просят это сделать, это сделать. К утренникам детям, игрушки, снежинки. Мама, помоги там крестной моей. Мама, помоги внучке. Помоги туда это сделать. Вот и вот вчера я сидела, резала, целый день снежинки красивые вырезала, им туда игрушки. По девочке. Я вам хочу сказать, у вас по природе, по вашей генетике, а вы это еще и подтвердили, что бабушка у вас такая была, вы бы и без ключа вышли. Просто ключ вам помог быстрее это сделать. Потому что по природе человек, когда он по своей природе творческий, он находит этот путь. Просто ключ он для того, чтобы он быстрее нашел и больше тратил уже не на выживание силы, а на творчество. Чтобы у него была свободная энергия. Потому что обычно, когда человек живет, он больше тратит энергию на выживание. Он думает, как жить, как быть, как себя чувствовать лучше и так далее. А вы, найдя ключ, уже тратили больше, у вас появилась свободная энергия и больше вы ее тратили на созидание. Вот это очень важный момент. Да, это очень важно. И вот, знаете, вот эта картина мне у вас очень нравится. Это велосипедист. Велосипедист ангел. Ангел, вы знаете, вот эти колеса, они как солнце, солнце, солнце. Вот у меня солнце. Крутится, крутится, да. И вот так искры, 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 вот такие солнечные, красивые. Они крутятся, как солнышко. Да, да, да. Ангел велосипедист. И у него там крылышки наверху. Это немножко может быть. Сейчас свет слишком. Сейчас я выключу этот свет. Вы знаете, вот эти колеса, вот эти колеса, я почему-то всегда внимания на них обращаю. Вот эта середка, вот эта середка у меня отходит лучи вот такие, вот такие середочки. Да, да, это картина, над которой я много времени работаю. Все время работаю. Ой, красиво. При этом мне помогают участники школы нашей, человек большего хомофутуруса. Мы создаем коллективный разум, и они мне подсказывают. Они мне подсказывают, вот там немножко желтенького, там немножко синий. Знаете, ну это вообще, это просто, знаете, вот я эту картину уже рассматриваю, специально включаю видео по 150 раз. Я их изучаю по несколько, по десятки раз. Она уже другая. Она вот в прошлый раз, она на видео, я с дамой разговаривала, она тоже про страхи говорила, как она научилась разговаривать со страхами своими, адаптироваться, и страхи пропадают. Она такая, молодец, так искренне, так смело разговаривала. Она очень многим людям помогла этим. И вы очень многим людям сейчас помогаете. Может, я помогу кому-то действительно, чтобы люди искали свой ключик золотой. Я его нашла здесь, в ладошке. Вы не представляете. Я его полюбила и подружила с ним. Да. Вот это очень важно. В принципе, то, что вы рассказываете, называется силой духа. У вас очень большая сила духа. И вы, несмотря на то, что вдруг вы растерялись, потому что вы энергичный человек, мастер спорта, активная такая, много детей, может, там много забот, и вдруг стали беспомощной, полностью вырубила вас из жизни. И вы в этот момент, в этот момент, это как вот сейчас наша система жизни заходит в неопределенность, столкнулась с неизвестностью. Неизвестностью, да. Что будет завтра? Да, что будет завтра. Вы столкнулись? Но вы в этот момент не растерялись. Вы интуитивно, интуитивно чувствовали, что вам надо просто найти, что надо найти выхода. Я должна найти себя была. Я очень важна была. Я просто так жить не смогла бы. Вы представляете, это же был страх. Поэтому это точка, очень важная точка, когда человек теряет уверенность, теряет, как жить там, и начинает все время болеть. Болеет, он все время думает, ну как же выздороветь, как вот он болеет, он бедный болеет, и все должны его жалеть, и он должен все же лечиться. А вы нет. Молодец. Вы большой пример, что любой человек, в принципе, если не теряет силу духа, он найдет технические способы. А технические способы – это ключ, подберет себе действия, которые подходят. Вы же это правильно сейчас сказали. Вы делали левитационные движения, и на фоне их думали о свадьбе. То есть энергию переносили вот как правильным образом. Да, я ее держала в голове. И сказала, я должна, она пройдет хорошо, просто, дочь будет довольна, все будут довольны, и мама побывала на свадьбе. Да, приемы просто помогали технически. Да, молодец. И вы время от времени снимаете стресс, вот так я сижу, вижу, как вы делаете. Да, я всегда вот сижу так. А бывает это самое. Я когда сижу, я бывает вот так делаю, мне нравится. Мне бывает всяк, еще с руками мне вот нравится, с руками вот так вот делать. Правильно, правильно, правильно. Она умела все успокаивать. Или пальцы вот вы показывали, это вообще супер, что вы показывали. Это я, да, да. Слушайте, вот вы придумаете, знаете, какую вещь? У нас же много, мне сейчас надо, чтобы не только больные туда заходили, а надо, чтобы подростки заходили, которые экзамены ЭГЭ там должны сдавать, они должны сдавать ЭГЭ, ЭГЭ там еще какие-то, готовить себя к каким-то чемпионатам, к каким-то соревнованиям, в личных отношениях, чтобы подростки заходили. Вот давайте придумаем способ, чтобы они тоже стали смотреть наши ролики, и я специально для подростков буду делать и ключи в стрим, и как экзамены сдавать, и как личные отношения наладить, и как в семье там, если поссорились, обычно с близкими всегда бывают проблемы, это же всегда бывает, да. Ну это так. У меня сейчас этого в семье вообще не бывает. Я вам пример покажу. Пример покажу. У меня сын вот последний, он сейчас в Санкт-Петербурге, я его выучила здесь, он закончил у меня институт нефтяной. Ну он мне всегда говорил, я ему всегда говорила, ну иди туда, куда тебе нравится. Ты не смотри на тебе. С такой мамой, конечно, семья хорошая. Я говорю, ты иди, он говорит, мам, это большие деньги, туда-сюда, я говорю, ну все равно, что здесь я плачу большие, что я буду туда платить большие. Ну короче, он выучился на нефтяника, но оказалось это не его. Он творческий человек, как я, любимая девочка. У меня сын творческий, и он сейчас работает у меня и учится на продюсера, он пишет музыку, он продает музыку, он с американцами связан, и он такой творческий. Молодец, ну, знакомьте нас, у нас сейчас будут встречи, у нас Андрей Обидина, композитор, который музыку пишет. Ага. И там он, значит, я буду картины показывать, он будет музыку свою, очень удивительная у него музыка, и мы будем устраивать время от времени, ну там раз или два раза в месяц у нас на Ютубе, в Телеграме у нас много будет этого психолога. Да, в Телеграме, в Телеграме, в Телеграме, в Телеграме сейчас очень интересно, там у меня происходит, я там рассказываю, как МЧС психологов я обучал, потому что раньше из острого стресса все психологи, они ждали, когда у людей стресс высокий, снизится, потому что в высоком стрессе дети и взрослые, они психологов не слышат, и они ждали, у них было такое поверье, типа надо подождать, пока человек успокоится, а потом уже с ним работать. А потом работать. Да, ну это неправильно, и я тогда придумал, я это применил в Кизляре, в Каспийске, в Беслане, как работать с людьми, которые не слышат психологов. Я придумал тогда вместо подбора слов, подбор действий, я смотрел, что человеку хочется делать, например, его трясет, я говорю, трясись, или, например, он так стоит, вот так делает, я говорю, давай, давай, делай, делай, у него драк, брызнули слезы, потом он сел и говорит, ой, отпустила, что же сразу так не сделали, ну теперь психологи. Ну вот и так я ведь пришла к этому, мне сначала, я нашла этот, но я сначала, как говорится, как выключатель, я не врубилась туда, понимаете, потому что я была на большом стрессе, это был не стресс, это просто буря, вулкан был такой. Это выше 10 лет. Да, я просто не понимала, что это, к чему это. А потом, когда я начала делать, ну я делала практики, я слушала Ракицкого, потом я слушала этого, читала неумыв баки на книжке, это, потом Сыти на настрое, потом я дошла до Гаспенза. Да, да, они все очень, да, большие люди такие умницы. Умные, да. Я начала прокручивать, что тут что-то для меня тяжеловато, и потом я задала вопрос. Перед сном я задала себе вопрос, ну ты мне полегче, чтобы я разобралась и поняла. Да. Я, знаете, утром проснулась, всех отправила, включила этот. И мне Хасай Али, включ, начала прослушать, помоги себе сам. И я вспомнила, я же на его натыкалась уже, набрела на его. И я стала вас листать, изучать информацию. Море пошло по голове, вот так полетело все. Я стала заводить тетрадь, стала туда все выписывать, смотреть по несколько раз, по несколько раз и улавливать каждую, каждое ваше слово, ведь в каждом слове там, вот люди говорят, там все одно и то же, нифига, ни одно и то же. И о музыке сколько написано. И о любви, например. Несмотря на то, что столько книг о любви написано и о музыке, все равно же пишут. Ну, правильно, и в ключе то же самое, потому что в ключе как раз-таки такое сокровенное есть, которое лежит в основе всех методов мира, но доступным образом дано, чтобы человек сам себе подбирал те приемы и упражнения, которые ему подходят, а не брать шаблоны у кого-то. Это совершенно... И мне безусловно, да. Касай Магадзилович, ваш ключ, он не подошел полностью. И я начала добавлять еще свои все движения. Правильно, там принцип ключа, добавляйте приемы, которые тебе более всего подходят. Именно эти действия, мысленно или физически, которые ты делаешь без усилия, которые ты делаешь максимально просто, которые тебе комфортны, которые тебе хочется ухажать. Мне было очень круто, когда я нашла этот ключ для себя любимой. И, наверное, все-таки я и полюбила себя. Потому что я полюбила его ключик свой, простенький маленький красивый ключик. Он всегда со мной. Спасибо вам большое. Огромное сердечное спасибо. Я вас благодарю еще от всех участников нашей школы человек, будучи хомофутурус, за обмен опытом. Потому что вы подали хороший пример, что можно вот так искренне, совершенно свободно поделиться опытом для пользы всех. И все там, ну кто-то, кто-то страдает, кто-то хочет подключиться к экзамену или там еще чего-то, или решить личные отношения. Он посмотрит и тоже поймет, что можно простыми способами достучаться до своих резервов, открыть ресурсы, открыть силы новые, и заново жить, и молодеть, и здороветь. Спасибо вам. Спасибо вам, Магомедович. Мы еще будем встречаться, тем более... Будем встречаться. Вы еще придумаете идею, как... Я придумаю, и у меня много мыслей, я придумаю что-нибудь. Как там молодежь достучаться, потому что они смотрят другие совершенно каналы. Да, да, да. Они не знают, что у нас есть школа «Человек будущего», «Хомофутурус», где развивают творческие качества и изобретательские способности. Они не знают просто об этом. Надо им это сказать. Касай Магомедович, еще одну минуточку я... Выделите мне, пожалуйста. Ну, давайте. Я в 50 лет сдала на значок ГТО. Я дала фору 35-летним. Вот теперь у меня 54 года сейчас. Я тоже хочу пойти, получить справку, и все-таки у меня такое желание на ГТО сдать, понимаете, в моем возрасте. 55 лет я хочу себе подарить подарок. Конечно, конечно. У нас есть чемпионы мира. Я вам больше скажу. У нас есть чемпионы мира и без рук, и без ног, которые пользуются ключом. Ну, конечно, если открыть мой второй сайт, который называется «Хасай.ру», там есть книга рекордов, и там есть руки без рук, без ног, и парашютисты, и подводные, подводные, которые... Там Дмитрий Беленкин, он сделал штурм глубины под водой. Самый большой рекорд в мире. Без рук и без ног парень. Это вообще... Что вы говорите? А руки... Тем более руки, у кого есть, так вообще все прекрасно. Спасибо. Самое главное – это открывать свои таланты и способности. И как мы их открываем, мы молодеем. Да, мы молодеем. Да, это точно. Спасибо вам, Людмила. Спасибо. Благодарю вас, Касай Магомедович. Спасибо. Дай Бог, что прислал мне такого человека. Спасибо. Всего доброго. Я сейчас посмотрю, как здесь останавливаются. Давайте. Да. Пожалуйста.